СУВЕРЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНОЧЕЙСТВО М-1 Постановление номер 029 от 21 марта 2023 года Настоящим подтверждаем, СУВЕРЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНОЧЕЙСТВО М-1 является владельцем и управляющим мирового счета Всемирном Суверенном Банке Ордена Госпитальеров СЁТ НОМЕР 0100-014 ААА 777-C3-АМ-01 Распределенного по различным банкам во всех странах по всему миру Настоящим подтверждаем, СУВЕРЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНОЧЕЙСТВО М-1 является владельцем и управляющим мирового счета Всемирном Суверенном Банке Ордена Госпитальеров СЁТ НОМЕР 011-735-16-222-777-88-88-999 распределенного по различным банкам во всех странах по всему миру Напоминаем, СУВЕРЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ КАЗНОЧЕЙСТВО М-1 является владельцем и распорядителем активов включающих счета под именами И другие счета, размещенные в различных банках в 189 странах по всему миру Настоящим подтверждаем все предыдущие законные и подзаконные международные акты, утвержденные СУВЕРЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ КАЗНОЧЕЙСТВОМ М-1 а именно резолюции и приказы и все другие законные и подзаконные международные акты СУВЕРЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КАЗНОЧЕЙСТВО М-1 Настоящим поясняем, что преступная ложь, проявленная в криминальных действиях со стороны международных террористических групп не обошло стороной и Китайскую Народную Республику, образованную в прошлом великими народными вождями по проторенному пути старшего брата и великого учителя страны СУВЕРЕННО СОЮЗАСОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Если внимательно посмотреть на Конвенции Организации Объединенных Наций и на Римский Статут, то явно возникает вопрос, каким образом и на основании какого права такие в кавычках страны как Израиль, США, РФ и КНР отказались от участия в Международном уголовном суде ООН, который и был создан при непосредственном участии основного учредителя ООН, великой страны СУВЕРЕНО, великого победителя во Второй мировой войне, Союз Советских Социалистических Республик. Дело в том, что после коррумпированного предательства со стороны членов ЦК КПСС и органов Комитета государственной безопасности и других влиятельных руководителей Великой Страны Союза Советских Социалистических Республик, по результату организованного, преступного, искусственно созданного расформирования народных органов государственной власти Великой Страны СУВЕРЕНО Союза Советских Социалистических Республик, международные преступные террористические, античеловеческие секты, такие как Темная Знать, Иезуиты, Иллюминаты, Кабал, Секта Черное Солнце, некоторые кланы драконов, кланы цветов, аристократии и другие преступные тайные секты, объединившись в одном из локомотивных движений Кабал, втайне от народов стран совершили преступления по преобразованию народных государственных органов управления народных стран в частные корпоративные компании, тем самым перешли в статут частных корпораций, такие как Израиль, КНР, РФ, США. Из вышеописанного факта становится понятно, почему Международный суд ООН по уставу не может принять в члены вместо стран частные компании, но лживые СМИ моментально переворачивают этот факт, обманывая народ Земли тем, что якобы страны Израиль, КНР, РФ, США выходят из членства Международного суда ООН, основанного в 1945 году. Тем самым террористическое движение Кабал, обманув народы своих стран и весь народ мира, позволяет совершать кровавые преступления, такие как игнорирование прав человека, геноцид, массовое кровавое жертвоприношение и другие ужасные глобальные преступления против народа своих стран и всего светлого человечества, Бога и природы. Напоминаем, что все права о постоянном членстве в ООН и о постоянном членстве в Совете Безопасности ООН в отношении КНР больше принадлежат Тайваню, чем корпорации КНР. Союз Советских Социалистических Республик, как старший брат, сделал многое для китайского народа. Защищал, учил, выделил золото в казну Коммунистической партии Китая. На основании преступного игнорирования со стороны корпорации КНР на официальное распоряжение Суверенного Международного Казначейства М1, также исполняющего функцию Государственного Казначейства Союза Советских Социалистических Республик, являющегося владельцем денежных средств и золотых финансовых активов, в том числе денежных средств и золотых активов, находящихся на депозитах, хранении и в управлении у страны КНР и корпорации КНР, тем самым не исполняя международные обязательства перед владельцем и главным регулятором мировой финансовой системы, суверенным Международным Казначейством М1 и перед страной-суверенным Союзом Советских Социалистических Республик. На основании нелегального и мошеннического корпоративного закона корпорации КНР по преступному присвоению чужой финансовой собственности на территории страны КНР. На основании невыполнения обязательств по реализации части постановления Суверенного Международного Казначейства М1 номер 008 РЕС-2021 от 21.12.2021 года со стороны корпорации КНР. На основании совершенного преступления со стороны корпорации КНР по скрытому участию и тайному финансированию Гарвардского и Хьюстонского проектов по осуществлению Геннадий да Славян, суверенных граждан Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, в организованной гражданской войне на территории страны Суверена СССР в результате организованного конфликта между двумя частными управляющими компаниями – Украинская Народная Республика и Российская Федерация, Россия. На основании проведения со стороны корпорации КНР недопустимой по отношению к стране Суверену Союза Советских Социалистических Республик и к его великому суверенному народу СССР колониальной политике по разнообразным формам колониального захвата и присвоению суверенной территории страны Суверена СССР и природных ресурсов страны Суверена СССР, а также и по отношению к другим странам. На основании преступлений, совершенных в результате тайного и нелегального управления ФРС со стороны династии Ли, один из основных кланов корпорации КНР. На основании преступного сговора и преступной деятельности по отношению к светлому человечеству террористического культа Черное Солнце, в который и входит династия Тан, в лице Си Дин Пинь, который публично возглавляет корпорацию КНР, Путь Инь, Алексей и Александр, который публично возглавляет частную компанию РФ, и многие другие руководители частных корпораций, выдающие себя за государство, которое прямо или иначе входит в античеловеческую группу – КАБАЛ. На основании совершенных международных финансовых преступлений, приравненных к международному терроризму, по разработке и введению в финансовый оборот фиатных, необеспеченных М1-XAU, казначейскими билетами Суверенного Международного Казначейства М1, постановление Суверенного Международного Казначейства М1 номер 028 РЕС-2023 от 18.03.2023 года, электронных и цифровых валют и платежных средств. Божией милостью, по праву Суверена, на основании эксклюзивного исторического права владения всей Землей с ее надземными, подземными, надводными, подводными, воздушным и космическим пространствами, от Творца Новой Эры, по праву абсолютного владения всеми мировыми активами и всей мировой финансовой системой, по праву главного регулятора всей мировой финансовой системы, во исполнение светлых предназначений Божьего промысла и великого божественного провидения, постановляем лишить права субъектности и признать вне кона и вне закона, отозвать все активы, все финансовые активы, все энергии и право на существование от преступной античеловеческой секты, так называемого культа Черное Солнце, их слуг и подельников, всех их организаций и трастов, общеизвестные династии Тан, их слуга подельников, всех их организаций и трастов, общеизвестные династии Ли, их слуга подельников, всех их организаций и трастов, корпорации КНР и всех ее корпоративных организаций и трастов, императорской семьи Тайвань, их слуга подельников, всех их организаций и трастов, в том числе и всех династических трастов. Лишить права субъектности и признать вне кона и вне закона, отозвать все активы, все финансовые активы, все энергии и право существования у международных, преступных, античеловеческих террористических сущностей и групп. Черный дракон, красный дракон, желтый дракон, зеленый дракон, голубой дракон, их слуг и подельников, все их организации и трасты. Так называемая аристократия, черная аристократия. Голубая аристократия, красная аристократия, желтая аристократия, зеленая аристократия, их слуг и подельников, все их организации и трасты. Преступные террористические группы под названием Комитет 300, все сущности и любые субъекты права, враждебно настроенные против светлого человечества, справедливости, кона созидания и народовластия. Все имущество вышеперечисленных бывших субъектов права подлежит немедленной конфискации и передаче на баланс суверенного международного казначейства М1 с дальнейшим распределением верховной суверенной власти, которая является народ на территории восстанавливаемых суверенных стран. Во исполнение настоящего постановления всем международным и страновым контртеррористическим и правовым организациям, всем военным организациям, всем действительным орденам, всем мастерам мировой системы, всем мастерам мировой финансовой системы, всем международным и страновым контрольным организациям, всем миссионерам, исполняющим священную миссию перед единым Всебогом, Всетворцом, Всетворче, несущим свет и знания миру, всем мировым пространством, яве, наве, славе и праве, в исполнении Всесветлого, Всенебесного, Всебожественного промысла, всему великому божественному провидению, всем великим космическим силам, всем божественным армадам, всем божественным флотам, а также великому флоту Ра, мгновенно приступить к реализации настоящего постановления в плане его полного исполнения. Всему светлому человечеству и всем международным субъектам права, организованным на основе принципов народовластия и соблюдающим принципы народовластия, Суверенное Международное Казначейство М1 настоятельно рекомендует провести процедуру самоорганизации в своей стране с целью проявления высшей народной власти суверена и возвращения суверенного статуса своей Родины для светлого, мирного и созидательного развития всеобщей любви и дружбы во всем мировом пространстве. Суверенное Международное Казначейство М1 рекомендует грамотно и по-светлому подойти к вопросу самоорганизации на системном уровне. Суверенное Международное Казначейство М1 желает всем странам, всем родам и племенам, всем нациям мира, всего светлого человечества, скорейшего восстановления своего светлого дома под суверенным флагом и священным именем Родина во всеобщей созидательной конструкции нашего светлого мира как всеобщего родного храма. Суверенное международное казначейство М1 твердо подтверждает свое заявление и в дальнейшем беспристрастно и правильно выполнять свое светлое предназначение по восстановлению справедливости и построению всесветлой, всенебесной системы, которая должна и будет верой и правдой служить светлому человечеству. А следовательно и Всебогу, Всетворцу, Всетворче Роду Всевышнему, как Единому Всенебесному Всебогу, Всетворцу, Всетворче, Всего Сущего и Всего Несущего, в сотворении Всесветлого, Всевеликого, Всенебесья. Александр, царь царей, белый духовный мальчик, генеральный секретарь Суверенного международного казначейства М1, президент White Spiritual Boy RSB Global Corp. Inc., Великий Интендант Суверенного Ордена Святого Иоанна, Иерусалимского, Родосского, Мальтийского, Высшего Суверенного Ордена Госпитальеров, Председатель Правления Всемирного Суверенного Банка Ордена Госпитальеров, ОМ. Субтитры создавал DimaTorzok